Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня давайте проанализируем график Binance Coin или BNB. Текущая цена 316 долларов и 60 центов. Месячный таймфрейм, хорошо знакомый нам график, двойная вершина во время бычьего рынка, впадина, которая нарисовалась между двумя вершинами, которая на данный момент работает в качестве сопротивления для роста цены, потому что вот видно, что график сейчас находится здесь. И в очередной раз, как и здесь, мы тестируем вот эту линию или вот это сопротивление. То есть мы сейчас тестируем это сопротивление. Давайте посмотрим на последние свечи. Значит, здесь было медвежье поглощение, движение вниз, стабилизация. И с того момента или с середины прошлого года идет череда из свечей, у которых в основном и максимумы на одном и том же уровне и минимумы. Последние две свечи достаточно схожие. Тут вершинки на одном и том же уровне. Впадина упустилась ниже предыдущей, или точнее минимум упустился ниже предыдущего. Но здесь бычье тело, которое поглощает предыдущее медвежье тело. То есть я бы сказал, что сейчас идет некая пауза или консолидация вблизи вот этой линии сопротивлений на месячном таймфрейме. На недельном таймфрейме тоже схожая ситуация. Вот практически двойная вершина, которая нарисовалась во время бычьего рынка. До начала первого сильного роста здесь был треугольник. На фоне этого треугольника мы нарисовали вот этот диапазон. И соответственно именно в этом диапазоне после падения цена Binance Coin начала консолидироваться. Вот я немножечко его расширю, чтобы показать, что мы сейчас находимся в верхней зоне или верхней части вот этого диапазона. И соответственно цена сталкивается с неким сопротивлением. Посмотрим, что произойдет. Это маленькая коррекция. Впереди все возможно. Но я просто хочу показать, что мы находимся в очередной раз в верхней части вот этого диапазона. На дневном таймфрейме тоже достаточно интересная ситуация. У нас три скользящие средние. Первая это 30-дневная или месячная. Медленно как-то загружается. Но мы увидим, что... Давайте поменяю таймфрейм. Как-то медленно загружается эта 30-дневная скользящая средняя. Хорошо. Я просто хочу напомнить, что она после сильного падения начинает двигаться вбок. То есть идет консолидация в краткосрочной перспективе. Схожая как и по этой скользящей средней. То есть это 90-дневная или трехмесячная или квартальная. Видно, что перестала падать. И скорее всего она простым глазом видно, что движется вбок. Соответственно, я бы сказал, что на дневном таймфрейме в среднесрочной перспективе идет консолидация. И вот годовая скользящая средняя, которая перестала, может быть, падать. Или, может быть, она продолжает падать. Но здесь цена практически перешагнула вот эту скользящую среднюю. Но впервые после начала медвежьего рынка. Потому что, да, здесь было тестирование зеленой линии годовой. Но здесь видно, что у нас практически сейчас цена чуть выше зеленой линии. То есть идет некая консолидация по этой скользящей средней также. Соответственно, ну, к сожалению, не загружается 30-дневная скользящая средняя. Не знаю почему. Она тоже идет вбок. На самом деле, все вот эти три скользящие средние идут вбок. Они переплелись. То есть это говорит о том, что цена находится на неком перепутье. График находится на неком перепутье. И рано или поздно посмотрим, в каком направлении выйдет из этого диапазона. На данный момент я бы сказал, что и на этом таймфрейме, согласно скользящим средним, идет консолидация. На четырехчасовом таймфрейме, тоже хорошо знакомый нам график, все вот эти зигзаги. Хочу напомнить, что ранее мы отслеживали всякие череды из падающих вершин. То есть такие нисходящие движения. Сейчас, как минимум, простым глазом хорошо видно, что все последние вершинки, грубо говоря, на одном и том же уровне. Самое важное, что они не снижаются, то есть нет нисходящего тренда. То же самое, если посмотреть на вот эти впадины или как-нибудь пытаемся тут искать впадины. Видно, что нет падающих впадин, то есть и по вершинам, и по впадинам нет нисходящего тренда. Четко ясное боковое движение. Посмотрим, как оно закончится, в каком направлении выйдет из боковика график. На данный момент следим за вот этой верхней границей, вот этого диапазона. Сможет ли цена пройти через эту границу. Если она пройдет через эту границу, то может быть откроется восходящее движение. Но на данный момент это сопротивление. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все по графику Binance Coin. В качестве заключения у нас видно, что идет консолидация на всех ключевых таймфреймах. Вот так отслеживаем вот эту линию сопротивления на месячном таймфрейме, потому что это линия, которая нарисована между двумя практически вот этими вершинками. То есть вот эта впадина, которая между двумя вершинами. Посмотрим, если график сможет сломать это важное сопротивление, потому что это очень-очень интересная фигура. Итак, у меня на этом все. Пожалуйста, поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. А так я вам всем желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!